Да, здесь я сейчас попробую обобщить, наверное, то, что мы сегодня говорили о современных алгоритмах лекарственной терапии меланомы кожи. И, в принципе, я постаралась представить данные и Европейского общества онкологов, и те гайдлайны, которыми пользуются Соединённые Штаты Америки, и, разумеется, российские рекомендации русско-российского общества онкологов-химиотерапевтов. Ну, в принципе, то, что не вызывает сомнения, все пациенты, имеющие нерезиктабельную или метастическую форму меланомы кожи, должны быть оценены прежде всего на предмет мутации в гении БИРАФ. Ну, в принципе, и в европейских рекомендациях, и в российских, как мы увидим чуть позднее, рекомендуется всё-таки изучать метастический очаг, я не могу это не отметить, хотя мы утром с Евгеньевым ещё раз говорили, что практически какой-то гетерогенности между первичной опухолью и вторичным очагом обычно не бывает. И что же рекомендуется следующим этапом? Это рекомендации нашего общества российских онкологов. Что рекомендуется? Приоритетно – это всё-таки участие пациентов в клинических исследованиях. Потому что, к сожалению, мы прекрасно знаем ситуацию и в нашей стране с обеспечением современными препаратами. Не намного, скажем так, оптимистичнее ситуация в большинстве стран, и европейских, и далеко не все пациенты обеспечены современными дорогостоящими препаратами. Поэтому опция участия пациентов в клинических исследованиях, она приветствуется и у нас. И вот видите, первая линия терапии по рекомендациям ССН, также участие в клинических исследованиях. Что же мы, какое решение принимаем в дальнейшем? А в зависимости от того, определяем мы или не определяем мутацию в гении Бераф. Если мы её определяем, то мы оцениваем пациента по тем критериям негативного или неблагополучного прогноза, о которых мы тоже неоднократно сегодня говорили. Как раз таки ожидаемые сроки жизни, насколько агрессивный процесс, насколько он распространённый, имеются или нет висцеральные метастазы, их количество, их наличие в угрожающих жизненно важных органах, наличие поражения головного мозга, уровень ЛДГ. Если мы видим как раз таки сочетание неблагоприятных факторов у пациента с наличием мутации Бераф, то мы, конечно же, наиболее оптимальный вариант лечения – это использование комбинации Бераф и меконгибиторов, ну и менее приветствуется, но тоже допустимо, использование Бераф ингибиторов. Эту же рекомендацию мы видим в рекомендациях НССН, также при наличии мутации Евгения Бераф и при необходимости быстрого получения ответа. Используется, как здесь мы видим, только комбинируемая терапия, комбинация доброфениба и терминтиниба или виморофениба и кубинтиниба. Монотерапия Бераф ингибиторами в рекомендациях НССН отсутствует. В рекомендациях Российского общества онкологов также мы видим, что при обнаружении мутации Евгения Бераф рекомендуется назначение или монотерапии препаратами, или комбинации их с ингибиторами МЕК. Что же делать, если рекомендации ЭСМО, разумеется, они также присутствуют, также мы видим, лечь идет о комбинации препаратов. Если мы имеем пациента с наличием мутации Евгения Бераф, имеем все вышеизложенные негативные характеристики, но, к сожалению, не имеем доступа к таргетным препаратам, конечно же, то, что остается нам, это химиотерапия с стандартными цитостатиками или комбинацию цитостатиков друг с другом и с цитокинами. Нам доступны, в принципе, и интерферон, и интерлекин-2. Рекомендации эти, они отражены в российских рекомендациях. Здесь перечислены режимы монотерапии, но, в принципе, в рекомендации русской есть и комбинированные режимы, включающие и цитостатин, и декорбозин, и поклитоксел, и декорбозин, в принципе, то, что нам известно. И та же самая опция, возможность использования химиопрепаратов, она указана и в рекомендациях ЭСМО. Мы видим, что если нет клинических исследований или если нет доступа к таргетным препаратам, то также и для, к сожалению, европейских пациентов возможность применения химиопрепаратов в этой ситуации, она тоже может быть реализована. Если же мы имеем пациентов с наличием мутации в гене Бераф или с отсутствием мутации в этом гене, но мы оценим состояние пациента как стабильное, ожидаемые сроки жизни его превышают 3 месяца, то есть, конечно, мы имеем возможность в идеале использовать иммуно-онкологические препараты, о которых мы говорили. Сейчас уже бесспорно большая эффективность в первой линии анти-ПД1 направленной терапии. Это может быть и монотерапия неволумабом или пембролизумабом. Может быть комбинация препаратов, в рекомендациях ЭНССН она указана. Ну и пелемомаб, он присутствует в российских рекомендациях, в рекомендациях ЭНССН, как мы видим, он в первой линии уже отсутствует. Также при наличии мутации в гене Бераф и даже при стабильном состоянии мы тоже можем использовать таргетные препараты. Никто, в принципе, это не запрещает делать, если и врач, или совместно с пациентом решают, что это наиболее приемлемый вариант. Разумеется, клинические исследования крайне приветствуются, участие пациентов в них, и использование химиопрепаратов. В данной ситуации, вернее, на данном слайде, как раз-таки все варианты, о которых мы рассказали, первая линия по рекомендациям ЭНССН – иммунотерапия, таргетная терапия и клинические исследования. Буквально в этом году впервые в рекомендациях Российского общества онкологов появились иммуно-онкологические препараты, в принципе, эпилемумаб, поскольку он к этому времени был уже зарегистрирован. И мы видим, что эпилемумаб рекомендуется с этими рекомендациями больным с сроками жизни не менее 3-6 месяцев при отсутствии противопоказаний, в первую очередь, это удовлетворительное состояние по шкале ЭКОК, это отсутствие аутоиммунных активных заболеваний и при, разумеется, при мистической или при нерезиктабельной форме меланомы, при третьей или четвертой стадии, независимо от статуса мутации Евгения Бераф. Ну, вторая линия терапии, к сожалению, больные, мы знаем, прогрессируют, и также у нас вариантов довольно много. При наличии мутации Евгения Бераф и при отсутствии этих препаратов в первой линии мы их можем использовать во второй. Мы можем использовать возможности иммуно-онкологических препаратов, о которых также мы уже говорили. Мы также, возможно, участие пациентов в клинических исследованиях и использовании химиопрепаратов. Также говорила Евгения Наумовича в первых лекциях о том, что у пациентов с наличием мутации Евгения ЦЕКИД возможно применение эмотиниба. Это можно выполнять и в первой линии, и во второй. Хотя, на самом деле, Светлана Анатольевна уже отмечала, что в официальной аннотации к препарату эмотиниб нет показания применения при меланоме с наличием мутации Евгения ЦЕКИД. Использование цитокинов, высокий доз антрелекина второго, как правило. Но если пациент ослаблен, то, конечно же, во второй линии терапии уже только возможности симптоматической терапии. Рекомендации НССН, в принципе, вторая линия, то, что мы перечислили. Возможности, уже здесь появляются возможности и химиотерапии. Мы видели, что в первой линии химиотерапии вообще отсутствуют рекомендации НССН. Здесь и химиотерапия, и комбинация химиопрепаратов с иммунными препаратами, и мутини, по которым мы как раз говорили, клинические исследования. То есть, в принципе, все эти возможности указаны. Ну и, наверное, обсуждение вопроса у третьей линии терапии крайне редко, но бывает. И также уже мы выбираем из тех препаратов, которые не были использованы ранее, с учетом, прежде всего, самочувствия пациента, состояния пациента, ну и его, конечно же, желание продолжать или не продолжать лечение. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...